Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 20 апреля, у нас солнечная такая жаркая погода, но говорить я сейчас буду о фиолетовых листьях, которые возникают во время похолодания, потому что эта тема сейчас очень актуальная, особенно новички, которые увидев, что у томата вдруг появились фиолетовые листья, есть еще такие, которые не знают, что это за такое странное преобразование, такой раскрас, меняется листа, сейчас об этом еще раз, в очередной раз, очень-очень подробно поговорим, и это касается не только высаженные уже рассады, это касается рассады, которые у нас дома в лотках, которые только что взошла, которые распекированы, которые высажены, и которые уже растения взрослые. Вот у меня уже они и цветут, ну и даже на таких могут появиться фиолетовые листья. Фиолетовые листья могут сразу, как образовываться сразу фиолетовые листья, или они будут зеленые, а потом приобретут фиолетовый оттенок. И тут я должна, сразу мы должны одну причину отмести. Это специфика сорта, сортовые характеристики. Не нужно путать приобретенный фиолетовый цвет и тот, который у них должен быть по характеристикам сорта. Ой, посидеть не удалось сейчас. Я вот сейчас подойду к вам, подведу вас к томату, который сержант Пеппер. Вот у меня есть голубая звезда, голубая старица. Все-все с голубыми названиями томаты. Все томаты, даже если у них нет голубого названия, но у них ожидается голубой, синий, фиолетовый, черный ствол, ой, плод, все, которые ожидают. У них вот этот цвет природой генетически заложен. Так что сначала нужно разобраться, на каком сорте у вас появился фиолетовый лист. И может быть это все и нормально, может быть это так природой и заложено. Снять это видео... Так, подождите, сядем. Снять это видео побудил комментарий, который я сегодня прочитала. Зинаида Читякова написала. Мой пудовик посинел. Короче, закрутился верхние листья фиолетовые. Тут же Елена Потапенко ответила, что это фосфорный голод или нехватка фосфора, или это холодные условия и не дают усваивать фосфор. Все правильно. Все фиолетовые листья, которые не генетически заложены, то есть не от рождения, а приобретенные, которые, например, родились зелеными у вас дома, потом вынесли или выставили, все это связано с фосфором или с голодом, ой, или с холодом. Или вместе и фосфорное голодание, и холод. Давайте начнем разбирать частные случаи. Вот, например, я по своему опыту заметила, что выращенные в одних и тех же условиях, но синих мы отметаем, мы их вообще не берем, разные сорта по-разному реагируют на данные условия выращивания. Например, если говорить уж так, к частностям перейти, вот эти томаты, которые я называю холодостойкие, вот здесь вот у меня спиридон, ринет, москвич, тоже вот видите, ринет зацветает у нас, они, как бы холодно не было, никогда в жизни не видела, чтобы у них появился фиолетовый оттенок, чтобы у них появился какой-то фиолетовый цвет ствола. Сейчас вот посмотрите. Видите, прям зеленый, такой светло-зелененький стволик. И несмотря на то, что они высажены у меня в крайнем ряду, где самые-самые холодные условия были после высадки, где на улице было минус 5, а им больше всего доставалось, никогда нет никакого фиолетового оттенка. Значит, все-таки это зависит от сорта. Даже если у него не синие плоды, даже если у него генетически не заложено, то все-таки томаты разделяются на те, которые синеют, делаются фиолетовыми, и те, которые вообще никогда не синеют. Он у меня даже подмерзал на улице. После подзамораживания листья обмерзли, потом отросли, но ни листья, ни ствол не дали фиолетового оттенка. Значит, мы должны знать, что есть томаты, которые не реагируют на похолодание и не меняют цвет. А вот ботяня, я вам сейчас покажу. Вот видите, вот у меня ботяня. И несмотря на то, что он цветет, он в самых таких высажен у меня, в самых комфортных условиях, он в среднем ряду, он цветет, растет, но он, у него и... Смотрите, пасынки, вот они, сейчас покажу. Видите, фиолетовые? У него и фиолетовые пасынки, и фиолетовая макушечка, фиолетовые листики новые, которые образуются. Может кто-то предположить, и наверняка кто-то, например, скажет, что, ну, значит, это фосфорное голодание. Вообще в теплице же тепло, все. Нет. Фосфорного голодания нет, потому что я здесь фосфор закладывала с осени. И когда ты знаешь, какой у тебя грунт, вот, например, как в моем случае, то фосфорное голодание, общее фосфорное голодание, я отметаю сразу. Единственное, что может быть именно этот сорт, для него эти показатели температурные малы, если всем остальным устраивает, а его нет, и у него наступает личное, индивидуальное фосфорное голодание, потому что вот он такой капризный, вот не буду при такой температуре, я есть ваш фосфор, даже если он там есть. Тут я еще одну вот группу таких томатов выделяю. Это вот, значит, у него не специфика сорта, а просто он капризный. За ботяней наблюдаю много лет. В прошлом году стояла рассада в теплице, в необогреваемой. Все ночи, все томаты ночи хорошо переживали, ночевали. Ни у кого не изменялся лист, не фиолетовый. Один ботяня у нас, вот листья сразу посинели, стволик сразу фиолетовый. Я его так называю капризули. Я специально про него снимала в прошлом году видео, что не все сибирские томаты оказались выносливыми. Вроде бы сибирский сорт. Специально выведен, предназначен для выращивания в холодных регионах. Но вот так он реагирует, такой он. Это значит, уже у него такой вредный характер, вредничает. Раз у вас посинел пудовик, возможно и пудовик у нас такой же. Но тут же я вот посмотрю, казалось бы, значит многие скажут, но им холодно, наверное такие условия холодные. Но другие томаты, вот даже иностранцы. Вот у меня здесь оранжевая зебра, еще какие-то. Смотрите, у них не то что нет никаких фиолетовых листьев, ни молодых, ни старых. Вот видите, переворачиваю, чисто зеленая зелень. Вот даже макушка и даже вот это вот, у них стволик вот такой вот. Хотя это не указано, что он холодоустойчивый. Это такие же вот крупноплодные сорта, как ботяня. Вот она, орлиное сердце, растет рядом с ботяней. Ну и вот парадокс-то в чем? В том, что в одной и той же земле с одинаково заложенными удобрениями, а вот в данном случае фосфор здесь есть, я точно знаю, потому что я сама готовила. При одних и тех же температурах по-разному реагируют разные сорта. Я не скажу, что здесь холодно, все здесь растет, все здесь хорошо. Но ботяне не нравится и все. Ну что ты будешь делать? Что делать в таких случаях? Смотрите, если вы подозреваете, что все-таки это не холод, а это фосфорное голодание, конечно, нужно делать фосфорную подкормку. Но так как весной суперфосфат, вы сейчас ему добавить в лунку уже не сможете. Если даже вы добавите, то он не подействует, потому что везде пишут, и я много раз говорила, суперфосфат это удобрение пролонгированного действия. То есть для того, чтобы растения его усвоили, должно пройти несколько месяцев, поэтому его рекомендуют всегда осенью. Тут может помочь или опрыскивание монофосфатом по листу. Тогда растения могут усвоить. Мы же знаем, что здесь не мороз, оно должно усваивать. И вот по листу, если делаете опрыскивание, оно усвоит. Можно сделать вытяжку из суперфосфата и сделать корневую подкормку. Это в том случае, если вы подозреваете, что у вас нет фосфора. Или если вы точно знаете, что у вас нет фосфора. Но если вы точно знаете, что у вас фосфор-то есть, это он просто капризничает. Но что делать в этих случаях? Делать то, что я делала в прошлом году. Просто ждать. Вы знаете, что летом, вот когда июнь, июль, уже все это исчезает. Никаких фиолетовых листьев. Оно растение само по себе, как приходит потом в себя, вот эти все капризы прекращаются. Да, возможно, вот после высадки что-то ему не понравилось. Показалось ему недостаточно тепло, недостаточно комфортно. Закапризничал он, перестал усваивать фосфор. И вот выкидывает такие пасынки фиолетовые, листья фиолетовые. Если честно, я на него уже давно не обращаю внимания. Больше других сортов я вот посмотрела, прошлась, кроме вот этих синих-голубых, которые генетически, ну как заложена синяя окраска в них. Все томаты хорошо, даже вот, сейчас еще раз вам покажу. Даже в самом крайнем ряду, где, помните, я говорила, что тут самое холодное у них, это северная сторона. Смотрите, все стволы толстые, зеленые листья образуются зеленые, ни малейшего фиолетового оттенка. Тут и наши иностранцы. Вот они, прекрасные листья, свежий зеленый цвет. Но из-за одного ботяни, или как вот у вас в данном случае, из-за одного пудовика, я думаю, расстраиваться не стоит. Время пройдет, и все это выправится. Для чего так подробно все рассказываю? Некоторые думают, что появление вот фиолетового, как цвета вот этого оттенка, что все эти фиолетовые макушечки, это такое, что-то такое, что нужно срочно исправлять, что-то срочно нужно делать. И исправляя вот этот вот, какой-то недостаток данных сортов, люди начинают пичкать растения и делают еще хуже. Потому что не знают точно, чем исправить, начинают поливать, подкармливать. Мой совет, ничего не делайте, понаблюдайте. При наступлении комфортных условий, то есть теплой погоды, высадите в грунт, когда начнет, зацветет, все это пройдет. Но если вы точно знаете, что ему не хватает фосфора, тогда один выход. Все, фосфорная подкормка. Еще раз повторяю, никогда на холодостойких не видела. И вот то, что реагирует по-разному, если вы видите, что в одних и тех же условиях, в одном и том же лотке, в одной и той же комнате или в одной и той же теплице есть сорта, которые не дают фиолетовых листьев, а рядом вот такой вот. Ну воспримите это просто за каприз. Временное явление. Если бы они у меня все, например, стали фиолетовые, все посинели, тогда бы я, конечно, волновалась. Потому что, ну это всеобщее мнение. Они бы дали мне знать знак, что нам холодно или нам чего-то не хватает. Потому что я всегда, еще раз повторю, изменение цвета листа, изменение формы листа, любое вот это кручение, верчение, посинение, это растение нам дает знак о том, что ему здесь не нравится, что условия некомфортные. Но раз дает знак всего один сорт, вот у меня пудовик, одно растение, я на него не обращаю внимания, честно, потому что если под каждый каприз подстраиваться, я беру за основу общую массу, если общее настроение хорошее, а пищит только один, исправится. Раз ему суждено жить в колхозе, пусть он подстраивается под других. Все, до свидания. Это очень подробно о фиолетовых листах. Еще сейчас скажу несколько слов о кручении листьев. Это тоже тема многогранная, интересная, но если честно, я и на кручение листьев тоже не всегда обращаю внимание, потому что иногда бывает, ну это просто проходящее, временное. Сейчас послушаем. Все, до свидания. Кстати, я зашла даже в холодную теплицу, проверила, вот наличие фиолетовых листьев-то. Нет фиолетовых листьев даже в той теплице, где холоднее, так что там ботяня, просто он у меня выкаблучивается. Там-то намного теплее.